Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 7 июня зарегистрировано 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество традиционно дает город Икут, 63 случая. Кроме того, в Ленском, Мегино, Конголаских по 4 случая, Алданский, Амгинский, Вилюйский, Горный, Сунтарский, Уселданский, Конголаский по 3 случая, Верхневилюйский, Верхоянский, Амиконский 2 и Булунский, Кобейский по одному случаю. За сутки всего проведено 1616 исследований. Всего за весь период обработано уже более 1 миллиона 130 тысяч тестов. Что касается вакцинации, то по состоянию на сегодняшнее число у нас на территории республики поступило 202 409 доз вакцин различных видов. В основном это спутник Кови-Вак, Кови-Вак был в незначительном количестве. Первую вакцину за весь период получило 177 935 человек, в том числе 40 тысяч, это лица старше 60 лет. Полную вакцинацию завершили 121 706 человек, в том числе 30 643 – это лица старшего возраста. Всего у нас на территории использовано 88% от общего объема вакцины, поступивших в республику. Практически во всех районах сегодня республики вакцины имеются. Мы ждем сегодня дополнительную партию 4,5 тысячи доз вакцин, которые будем направлять в районы, в которых сегодня имеется наиболее меньшее количество доз вакцин. Что хотелось бы сказать по вакцинации? Очень часто возникают вопросы по, нужно ли, необходимо сдавать ИФА или ИХА исследования. При первой дозе вакцинации однозначно можем сказать, что этого делать не следует, потому что ИФА определяет только коэффициент позитивности, который не оценивает состояние вашего иммунитета. Он больше нужен для проверки коллективного иммунитета, для данных Роспотребнадзора, либо для того, чтобы понимать, какая стадия заболевания непосредственно для лечебного процесса. Еще раз повторю, он не оценивает состояние вашего иммунитета на той или иной период времени. Более правильнее сдавать именно ИФА после того, как вы завершили курс вакцинации через 21 день, для того, чтобы посмотреть иммунную напряженность вашего организма. Кроме того, также на сайты различных средств массовой информации поступают вопросы о том, влияет ли вакцинация на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин. Можем достоверно ответить, потому что сегодня научные изыскания уже есть, проверки в этой части тоже проводились. Никаких влияний на репродуктивную систему вакцинация не влияет. Помимо этого, также были вопросы о том, есть ли необходимость прививаться, если вы переболели ковидом, в том числе, если вы находитесь в нашем федеральном портале. Да, вакцинация обязательно. Если вы переболели в легкой степени, то это через три месяца. Если переболели в тяжелой, то через шесть месяцев вы можете прийти и вакцинироваться. И также с хроническими заболеваниями, если они не находятся в стадии обострения, также можно принимать вакцинацию. Я призываю всех жителей и гостей нашей республики приходить прививаться. Записаться вы можете как через госуслуги, так и непосредственно по договорам ваших предприятий. Предприятия сегодня готовы приглашать медицинских работников непосредственно на рабочее место. Если есть необходимость, какие-то разнесительные вопросы, мы также готовы выходить с лекторием, с объяснениями, с ответами на вопросы. Пожалуйста, приглашайте. Всем здоровья.